Буквально весь этот год для России был победоносным. Ну вспомните сами, сначала хоккей, потом Евровидение, потом футбол. Вот и сегодня непременно должна выиграть Россия. Тем более, что уже целых три месяца у России не было громких побед. Чем? Чем можно победить соперника? Соперника можно победить его же оружием. Чем вооружены наши соперники? В основном скучными, не смешными номерами. Что ж, было бы глупо не ответить им тем же. Встречайте случай в редакции газеты «Сельская жизнь». Товарищ редактор, вызывали. А, поэт Александр Якушев. Какого черта вы две недели не появлялись в редакции? Понимаете, я получил зарплату и сразу, сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни. Я вас внимательно слушаю. Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазине. Так, стоп. И как называется эта поэма? Дядя Степа алкоголик. Кто? Дядя Степа. Продолжайте. Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин. Микки Маус для детей. Милый синий человечек. Наш подвальный Робинзон. Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял. Вы опять были у своего этого Степана. И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг. Он у меня как муза, понимаете? Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа. Надо бороться. Надо как-то искоренять, а не стихи им писать. Мелко плаваешь, редактор. Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду. А если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что навеселе. Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на шестнадцатый этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан. АПЛОДИСМЕНТЫ Это все? Не совсем. Тетя Алла. Продавщица. А! Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует тетя Алла? Пошел вон отсюда! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот теперь, когда мы усыпили бдительность наших соперников, самое время нанести сокрушительный удар и показать какой-нибудь номер про российскую звезду. Итак, встречайте, Никита Джигурда на интеллектуальном телевизионном шоу! Итак, ваш ответ. Я думаю, это родина наша, Русь-матушка. Неверно, правильный ответ Степлер. Следующий вопрос. Кто открыл Америку? Я думаю, это Ермак Тимофеевич, сын земли русской. Неверно, правильный ответ Колумб. Следующий вопрос. Средство для окраски волос. Хна. Верно! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы получаете одно очко и являетесь самым ограниченным патриотом России, бро! Но зато патриота! Я Никита Джигурда! Судя по выражению ваших лиц, наша стратегия верна. Как говорил Суворов, на войне все средства хороши. Еще Суворов говорил, Виталя, Виталя, куда это вы? И все, я замерз. Поэтому следующий вопрос. Саша, Саша, слушай, а ты умеешь играть в ассоциации? Нет. Ну тогда садись. Все, спасибо. Мне нужен будет человек, который умеет играть в эту игру. Сережа, Сережа, можно тебя, а? На минуточку, да. Слушай, Сереж, ты умеешь играть в ассоциации? Ну, допустим. Не, ну что допустим? Там все очень просто. Я тебе говорю слово, ты говоришь, чем оно ассоциируется. Понял? Ну, допустим. Не, ну что допустим? Для примера, смотри, что-нибудь на московскую тему. Смотри, Ленинградское шоссе, 5000 рублей. Ассоциация. Да какая ассоциация? Это грабеж. Слушай, а кто там так дорого стоит теперь? Все, все, все. Ну, плохой пример, я согласен. Давай другой, хорошо? Смотри, морковка, снеговик. Ассоциация. А-а-а. Понял? Морковка, снеговик, да. Сказал бы сразу, морковка, снеговик. Давай еще одну ассоциацию, смотри. Птица, гнездо. Птица, гнездо. Морковка, снеговик, птица, гнездо. Ну, я понял. Понял? Морковка, снеговик, птица, гнездо. Играем? Давай. Играем, давай. Герева. Морковка. Почему? А-а-а, снеговик. А-а, птица, птица. Гнездо! Ну чё? Всё. Победил? Победил. Я в финале? В финале. Отлично. Серёж, ты присаживайся пока, а мне другого кого-нибудь позови. Кого-нибудь потупей? Потупей, да. Потупей, только Феликс там. Зови Брикоткина. Димас, иди сюда. Я сейчас тебе в двух словах, сразу же поймёшь. Значит, игра очень простая. Ассоциация называется. Запомни только, значит, морковка, снеговик, птица, гнездо. И всё. Серёжа, уйди, а. Всё, я понял. Всё, понял, иди. Всё, я там в финале тебя жду. Понял? Не тяни время, я там жду, всё нормально. Писаренко! Всё, ухожу. Так, иди сюда. В ассоциации умеешь играть? Ну мне Серёга объяснил. Нет. То забудь вообще. Я тебе говорю слово, ты говоришь, чем оно ассоциируется. Понял? Ну да. Ну вот, адекватный человек. Всё. Давай играть. Готов? Утюг. Долг. Почему? Ну был у меня случай в жизни, и не хочу вспоминать, и там... Всё, 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 извини, извини. Я не хотел. Давай другую. Кипятильник. Долг. Извини, я опять... Ну там просто и люди серьёзные, и сумма большая, и... И я сначала упрямился, но, короче... Ну всё, 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 всё. Давай я тебя по классикам погоняю, хорошо? Тютчев. Тютчев? Вакуум. Вакуум. Почему? Ну для меня тютчев... Ничего. Как вракулик. Вракулик? А что такое вракулик? Ничего. Как тютчев. Отлично. Давай ещё одно. Кактус. Долг. Я хочу тут... День с тобой, трассно, всегда, постоянно напоминаешь. Ну что я... Я ж не знаю, что у тебя там связано с этим. Блиц-опрос, хорошо? Давай. Автомобиль «Москвич-412». А, Людка из 86-й квартиры. Почему? Ну тоже 20 лет ломала, сейчас не нужна никому. Нормально, молодец. Давай ещё одну. Боксёр Николай Валуев. Сопромат. Почему? Ну если один раз пропустил, всё, своих не догнать. Давай на местную тему, смотри. Москва без пробок. Ну это как будто Серёгу Писаренко в засос целую. А чё это за фигня? Ну это невозможно. Нет, серьёзно, этого не будет никогда. Я верю тебе. Я тебе серьёзно говорю, это не будет никогда этого. Ни при каких обстоятельствах. Успокойся, я тебе верю. Я просто... Давай ещё одну ассоциацию. Дом-2. Дом-2. Слушай, это жир вот здесь вот, на боках. Почему? Ну понимаешь, вот смотришь каждый день, да? Бесит ужасно, а сделать ничего не можешь. Ну давай последнюю, касательно чего-нибудь нашего сегодняшней игры. К-В-Н. Аккуратно. Аккуратно, да. Я не знаю даже... Я знаю! Отойдите в тронку туда. Финал. Давай. Давай. К-В-Н. Морковка. Птица. Гнездо. И снеговик. Всё, я победил. Я лучший. Я... Отмечаю сюда... Я не знаю, давай с ним. Я не могу. Мама, я победил! Серёжа, Серёжа, успокойся, ну просто... Этот человек, которого я научил играть в ассоциации. Сергей, ну... Но он сегодня второй, а я первый. Убий Азэ чемпионс... Сергей. Порээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ... Сэр� sack... Убий ассоциейс... Не мои методы, вообще, мне не свойственно, как бы, ну... Ради Москвы! Вот и заканчивается еще одно победоносное выступление России. И за весь этот праздник хочется сказать спасибо, Александр Васильевич. Хотя, друзья, я вот подумал, вот вы только вдумайтесь, сколько за 47 лет мы говорили вот это Александр Васильевич то, Александр Васильевич все, упс, Александр Васильевич, Александр Васильевич вау, или вот это вот Александр Васильевич. А кто-нибудь из вас вдумывался, что на самом деле для каждого из нас значит это великое словосочетание? Да, действительно, ребят, вот для меня Александр Васильевич, он как отец родной. Я его тоже раз в два месяца вижу. Вот, а для меня Александр Васильевич, он как борщ. Он всегда будет первым. А для меня Александр Васильевич, он как Монголия. Я про него тоже не все знаю. А для меня Александр Васильевич, как секс. Я его тоже первый раз по телевизору увидел. А для меня Александр Васильевич, как лось. В смысле? Что в смысле? Ну тут объяснять надо. Вот вечно вам все надо объяснять. А может что-то идти от сердца, а не от головы. Нет, знаете, вот для меня Александр Васильевич, как заначка от жены. Тоже подолгу стоит за тумбочкой и манит меня. Да какой борщ, какая заначка, что вы несете-то, а? Для нас, для всех, Александр Васильевич, он как Россия. Большой, сильный, благородный. Я же говорил лось, я сердце учую, я головой не мог понять. Кто никогда не бывал в этом городе светлом, Кавер не играл от зари до зари, Не спешил за игрой по широким проспектам, Значит он не узнал лучший город земли. Солнце встает, сердце поет, Эта игра для тебя, Москва. Дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие болельщики,